Ксения Бородкина Теперь у Оскара есть хозяин, а у Ильи верный друг. Давно уже хотели кота где-то подобрать себе. Не попадался, так как большей частью на машине ездишь. Хотели именно такого уличного, простого. У этих животных нет родословной. Зато судьба непростая. Кого-то бросили, а кого-то потеряли. И все они оказались в приюте для бездомных. Чтобы познакомить новосибирцев с пушистыми бродягами, организовали благотворительную акцию «Варежка». Вы знаете, вот эта акция своего рода флешмок, в хорошем смысле этого слова, потому что по всей стране они прошли. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Томске. И вот сейчас, благодаря волонтерскому движению, мы можем позволить себе выехать в такое чудесное помещение и представить наших животных здесь. Здесь кошки и собаки всех мастей и возрастов. Некоторые сразу радостно прыгают на стенку вольера, когда видят людей. Другие, устав от шума, забились в угол. И на посетителей смотрят недоверчиво. Этой собачке полтора года, зовут ее Веста. В приют она попала, когда ей было три месяца. Она никогда не жила в семье, но она очень ласковая и ждет своих хозяев. На выставке ажиотаж. Пришли больше 500 человек, и все не с пустыми руками. Несут корм, ошейники, поводки. А вот с теми, кто решился взять животных, заключают договор. И дальше волонтеры будут следить за тем, как питомцы адаптируются на новом месте. Мы не хотим просто избавиться от собак. Нам нужно, чтобы они жили в хороших семьях, в хороших условиях. Спустя, допустим, две недели будет какой-то обзвон контрольный. Или, может быть, даже навестить, если позволят хозяева. По итогам акции забрали 14 собак и два десятка кошек. Они заслужили теплый дом, полную миску и своего человека. Но организаторы акции планируют сделать ее регулярной и проводить каждые полгода. Ксения Бородкина, Василий Тополев. Новости ОТС. Продолжение следует...